Просто однофамилец. На однофамильцев наложили арест. У нас есть руководство. За этот период времени нам было подано несколько обращений в прокуратуру, несколько обращений в райотдел. Квалификация статьи самоуправства возбудили уголовное дело через суд. Значит, послезавтра у нас намечался суд по изъятию нашего транспортного средства, но ДП «Информресурсы» решила обратиться к нам и урегулировать этот конфликт без суда. ДП «Информресурсы» ДП «Информресурсы» У меня другой вопрос. Машина незаконна. Если я что-то виноват и говорит «Мама», я «выбачаю». ДП «Информресурсы» Давайте, мы проходим. ДП «Информресурсы» ДП «Информресурсы» ДП «Информресурсы» Вопросам нет. Сюда машина, да? Да, зима, это стихийное место. Это стихийное место. Проходами оставили. Это вроде она родимая. Сюда. Давай, давай. Поехали. Клопотание перед слушанием? Так, есть клопотание. Просимосу дополнить еще одну вимогу, а именно стягивание моральности. Моральная шкода? Так, только моральная шкода. Вона полностью выплывается из наших позывных вимог. В связи с незаконным утриманием транспортного баса 5 месяцев на штрафной шкода, мы сближиваем и просим еще моральную шкода. Вы знаете вимоги, которые выкладаны в позыве? В первом основе? Да. Вы получили? Прочитали? Да. Вы их будете вызнавать, или заперечь? Заперечь. Откласти розгляд справа, надавши час участникам процесса для подготовки до этого проведения. 20 березня, понедельник, 15.40. Наши ответчики наконец-то вернули Куликову забранную машину. Прошло 5 месяцев. Теперь мы увеличили свои исковые требования и просим взыскать моральный вред в размере 10 тысяч гривен. По нашему мнению, Кремль является обоснованным. Почему? Потому что человек безосновательный, был лишен права пользоваться своей машиной. Заседание на данный момент перенесено на 20.03. Будем добиваться справедливости.